доброго времени суток всем решил дополнить очень давнишний свой один обзор по поводу китайского штатива q там что-то 6666 c как правило дважды делать обзор а в общем-то каком-то заурядном штативе не положено но я честно говоря не ожидал как скажем общественного резонанса в свое время который проявился к этой этому ролику к этой теме и более того до последнего времени вот еще вчера какие-то вопросы поступают от людей с ума сойти какая-то маленькая вещица и столько всего вызвало интереса поэтому решил убить сегодня двух зайцев с одной стороны быстро экстерном показать свои ощущения за 8 месяцев использования этого устройства штатива с одной стороны с другой стороны протестировать простой советский объектив который сейчас нацеплен на камеру которые снимают этот ролик sony a99 в спарринге работает с древним как я объективом волна 9 м по-моему так называется объектив короче не автофокусный макро советский объектив один двум правда макро у него но бог с этим то объективом посмотрю что там получится и как для видео подойдет он не подойдет и так вот этот наш герой прошлого ролика может быть тогда стоит назвать его там часть номер один здесь часть номер два какие а наблюдение открытия ну первое это для понтов я взял его в чехольчик потому что честно говоря за все восемь месяцев я ни разу этим чехлом так и не воспользоваться хотя не воспользовался хотя чехол в общем-то ну как бы я уже говорил да достойно того чтобы его носить может быть красоваться собственно вот наш герой уже немножко побитый временем и моими походами сразу говорю он был в песках он пару раз купался в море он действительно весь пластмассовый и в общем то ничего с ним не произошло ремешочек который некоторыми дает покоя зачем он и почему спрашивают многие люди ну как правило такие ремешки вроде бы логично для того чтобы носить на запястье это безумно неудобно и никто никогда наверное этого не делает я его приспосабливаю вот для транспортировки на дальние расстояния чтобы вот эти ноги самопроизвольно там не раскрывались ничего не били чисто страховочный такой вариант просто его накидываю вот на основании на верхушку мнение на основании на верхушку когда он сложенном состоянии вот ну и получается нечто вот такое вот значит типа что-то блокируется можно в этом конечно больше просунуть понятно очень это делается постоянно все нормально не с ремешком и чем ничего не рвется какие вещи открытия которые сразу я не сделал был даже где-то раздосадован а потом мне это очень понравилось может она как всегда читайте инструкцию кстати об инструкциях там читать невозможные иероглифы вот этого влагонепроницаемый как щит почти принято считать кулечек с ключиком тут вот этот ключик вот таким ни разу не пользовался так он и валяется но ключик я сразу говорю для чего не для каких там там снятий чего-то а вот просто элементарно подтягивать основание вот движения ног и когда видимо не сильно разбалтываются их можно чуть-чуть подтянуть или вообще открутить для чего-то почему-то соответственно и вот этот мешочек теперь я точно знаю для чего сейчас чуть позже скажу и сегодня поговорим чуть об этом карманчики его как говорится модернизации многие говорят какой-то непонятный кошелек в комплекте это не кошелек господа и так ремонт на пригодность так скажем этого изделия очень мне понравилось если какие-то вещи попадают хрустят там ну что-то там происходит да с момент эксплуатации не бойтесь просто раскручиваете до конца любой зажим там где по вашему взгляду что-то там хрустит или там у меня песок вечно туда попадает живу возле моря понятно что меня там носит часто вот и у нас вообще в одесской области песка больше чем из чернозема вот все достается продувается вставляется и как бы вы дальше эксплуатируете здесь два вот таких вот наконечничка колпачка они просто свободно уходят чистятся ну мало ли чем понадобится особенно полезно это делать когда вы в какой-то вражеской среде побывали типа там соленое море океан то есть все закрутили дальше эта вся конструкция продолжает работать не убиена по части ног оценил действительно вещь под названием два положения три даже положения но третье мы не будем считать вот это складывание два положения рабочих ну простое положение рабочих когда мы можем просто отвернуть ногу вот тут защелочка и вот так он раскладывается я часто сейчас стал пользоваться особенно из-за еще веса ну-ка скажем камеры на у меня не легкая вот вот такое положение очень устойчивое получается вот если всех три привести в такое состояние то для большинства работ необычных ракурсов там снизу фото и так далее по части макросъемки да действительно это все классно работает то есть все переворачивается то есть вот ну для этого мы просто выкручиваем эту центральную штангу да вот и достаем но доставать вот этот вот крючочек нам нужно отсюда выкрутить по его собственно можем выкрутить сразу чтобы он не мешал не блокировал хотя он вообще можно его разобрать ну скажем на немецкий крест вот все достаточно мне понравилось что ну все продумано вот допустим мы оставляем свой вот ну как монопод все вот по части этого какие-то тут открытия сказал больше тут особого такого последнюю секцию в своей практике практически не выдвигаю максимум три секции но это опять же зависит от каждого у каждого свой вес камеры и так далее что касаемо превратить его в монопод значит два момента которые меня безумно тут как бы угнетали ну понятно одна ножка откручивается на вот золотой каем очка без вот таких вот окантовок из какого-то мягкого пластика меня не устраивало то что вот получался он сильно достаточно но вот такой вот как тот большой да то есть вот по диагонали расположу его достаточно большой и как бы держ компактность да вот как-то обезьяна пытался снять головку вроде бы логично что она должна сниматься но как и не крутил не вертел просто за счет усилий рук и моих и даже более как говорится физически развитых товарищей никому ничего не удавалось сделать потом как успокоившись я подумал ну не может быть такого чтобы то не открывалась почитал опять же на сайте картинки посмотрел китайские картинки говорили о том что это снимается все оказалось господа достаточно просто значит вот зажимается винт который не дает возможности поворачиваться первый раз если это не будет происходить возьмите ну извините через какую-то проставочку там тряпка бумага водопроводный извините ключ да и при помощи его первый раз придется вам это постараться сделать все очень легко раскручивается вот и мы получаем еще с вами великолепную хорошую достаточно очень мягко работающую прецизационно точную головку цена вообще сейчас на этот но это чудо техники снизилась еще больше там что-то уже около 100 долларов и покупал напомню когда-то за 140 по моему говорил вот то есть сейчас это нам сто типа 14 109 ну цены падают и вот вот единственное что она сделана под 3 восьмых под одну четвертую ну естественно все решается простой проставочка и просто сейчас не взял показывать но все знают этот винтик там сущие копейки стоит у нас там что-то около 80 центов ну в общем то там доллар пускай все это тоже мне очень 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 понравилось что вот наконец можно взять у тебя еще одна великолепная как получается деталь которую ты можешь использовать почему меня это не всегда устраивало вот такой вот его размер и оказывается его тоже можно естественно уменьшать вот потому что вот получается смотрите здесь винтик у нас да вот так вот и вот после выкручивания тоже у нас винтик поэтому эта часть мы можем ее даже но отсюда можно даже эту шворку перенести если сильно кому-то захочется вот на эту часть но вот у нас получается короткий монопод охотный вариант вы сюда перекручиваете свою головку и вперед то есть если куда-то идти и не хочется тягать вот этого и вы знаете что вы будете снимать с пояса вот по части пояса вот этот вот так называемый кошелек как многие говорят пришлось его ну кусок старых джинсов найти всегда у нас это добра в хозяйстве хватает и я его перепрошил сделал вот заложил сюда кусок ткани проделал его сюда еще раз заложил ну тут каждый как говорится голь на выдумке хитро простой иголкой ниткой без всяких машинок там ушло на это там полчаса я сделал такую вот мощную обечайку почему потому что родная конструкция но ну китайская конструкция достаточно того что вы когда монопод устанавливаете вот сюда вот вот в этот карман а это соответственно вешается на ремень и так как ремни у каждого разные и вот этот зажим мягко говоря не совсем надежный есть карабин вот это предназначение того чтобы в пряжку ремня вы подстраховали и в дереву но вы если вдруг не выйдет что-то веса то есть ниже ремня не упадет и вот когда даже вот так вот вставлял то это вот было достаточно чтобы просто прорвать вот этот торец ну настолько это дерьмовая какая-то ткань даже непонятно еще у нас сделано сколько там хлопка бумаги какой-то вот когда я просто это усовершенствовал очень оказалось функциональной полезная вещь вот так вот это ставится вы выдвигаете на требуемую высоту для съемки и работаете держа камеру имея степени свободы достаточной и ну достаточно стабилизацию этого изображения или там то что вы снимаете здесь как кстати как нельзя лучше тогда начинает становится понятным зачем вот этот маленький третий винтик который тоже мне был не очень понятно этот совсем маленький это понятно крутить вправо влево голову да вот это большой винтик это вот собственно говоря степени свободы самой шаровой головы шарика этого кстати он где-то около там 32 миллиметров ну достаточно нормальный шарик не совсем позорно маленький ну конечно не совсем большой большой шарик большие деньги и вот средненький вот этот винтик оказывается я его как начал сейчас часто использовать когда вот в этом положении снимаешь ну вот от пояса да допустим то когда вы вот берете вот вас допустим установилась там какая-то пол какое-то положение шара но в момент относительного панорамирования или приближение чего-либо хочется иногда уровне сохранять если вы отпустите вот этот винт и будете вот только ну как ублажать то ли что он сильно получается ну как нету фрикции да такое сопротивление и камеры достаточно если тяжелая то вот короче происходят такие вещи это вот этот маленький винтик он делает как маленький фрикцион и вот не надо сильно заживать если его чуть-чуть поджать у вас появляется уже достаточно такое туговатое но плавное движение этот вы винт не трогаете получается вы можете ну достаточно плавно какие-то вещи подводить без рывков так что вот момент съемки вот я для себя ну как определил на него такую функцию собственно говоря вот такие маленькие дополнения о том как бы что выяснилось в процессе восьмимесячного использования ну теперь понятно назначение этого мешочка да потому что когда нас вот эта голова по каким-то причинам мы ее снимаем может быть на другой штатив что собственно я и делал потому что тебе который сейчас стоит камера я часто ее туда ставлю потому что там как бы видеоголовка мне иногда нужно что-то необычное принять ну по части допустим проб астрофото очень полезная вещь поэтому в процессе транспортировки вот этот мешок тогда уже приобретает как говорится ну свое назначение свою функцию выполняет мы ее туда прячем ну и там не знаю везем куда там нам надо то есть она уже не бьется как-то предохраняется от каких-то внезапных ударов собственно говоря больше внимания ничего как не заслуживает наверное эта вещь я доволен что она у меня есть я конечно со временем еще хочется более мощное просто что-то стационарное но то у каждого как лица свои планы вот поэтому и продолжаю утверждать что лишний это вещь в хозяйстве у людей которые активно переезжают двигаются и тем не менее хотят иметь какую-то стабилизацию изображения она залеживаться на полках и пылиться не будет вы найдете не применение и она вас будет достаточно функционально это я вам могу же теперь ну точно сказать потому что из скажем какого-то монументального штатива и вот этого штатива когда я куда-то еду я естественно рука тянется к этому я его беру напомню что вес максимальный которые на котором под которым он снимает достигает не взял кантера хотел взять вопрос о весе всегда сейчас кстати померяем этот вес чтобы при всех увидеть потому что многие спрашивают сколько же он весит вот я предпочитаю брать его вот сейчас померяем вес для этого возьмем с вами простой прибор под названием кантер тоже китаец электронный говорят выставим здесь нули вот собственно говоря он готов к работе нолики по выставлял вот но и взвешиваем наш штатив чудо штатив ки 66 си вот надели его вроде бы одели что он нам там сейчас запоет сейчас должен еще успокоиться так вот он нам показывает ребята для чистоты эксперимента сделаем это целых почти три раза ну вот сами видите что по моему там кило триста восемьдесят пять вот то есть я думаю что за три раза если он показал одно и то же думаю что это правда чтобы доверять китайцам еще раз при вас вот по нулям вот пускай 15 грамм он каких-то там оставил ну вот ну короче кило триста шестьдесят кило триста семьдесят в общем заявленные там его до килограмма оказывается не совсем правда вот по факту вот где-то кило триста в разное время может быть по-разному хотя на планете земля сила тяжести одинаковая почти везде и так даже если ну скажем условно кило триста кило четыреста вы с собой носите в походы я считаю что это альтернативы сегодня конечно есть еще более легкие штативы но в плане веса то что я начал говорить и не договорил максимальный вес которая на него вешаю и пользуюсь и снимаю это два с половиной железных килограмма больше у меня просто нету такого оборудования то есть это собственно сонька 99 плюс телевик там рон 70 300 usd и макро рельсы которые я балансирую силу тяжести смысле центр тяжести а в момент съемки вот при астросъемке вот последний раз я именно так и делал выдержал все нормально никаких у меня нету прогибов смазов вибрации единственное что стараюсь практически не выдвигать центральную штангу вот ну допустим снимать вот в таком положении даст стараться надо чтобы это центр тяжести был пониже например вот так удобно это или неудобно но всегда можно приспособиться выйти из положения мы повторяем что это предназначено для наших с вами походных условий в которых собственно говоря лучше иметь вот это чем не иметь ничего камушки там подкладывают люди какие-то там крышечки прочее прочее поэтому с этой точки зрения изделия более чем оправдана это лично мое мнение как сейчас говорит принято говорить имхо это мое имхо вот что делается с русским языком непонятно вот поэтому я еще раз повторюсь я бы рекомендовал для вот таких конкретных походов до поездок вот этот вот чудо штатив китайского в рыбнице всем добро спасибо за внимание пока пока